Ювелиры, строители, водители такси. Все в форме, касках и с автоматами. Нет, это не спецподразделение и не очередная часть ВСУ. Это тренировка обычных гражданских, которые на всякий случай приводят себя в боевую готовность. В мирной жизни Константин был ювелиром. С начала антитеррористической операции поступил в спецбатальон «Харьков-1». За полтора года службы приобрел боевые навыки и подтянул физическую форму. За два месяца подготовки здесь, вот как только был создан батальон, я скинул 20 килограмм. Поэтому, могу сказать, гоняли нас здесь очень серьезно. И стрельбы были практически через день, и полоса препятствий, и бегали мы здесь 7 километров. Теперь Константин – тренер, обучает гражданских. В основном это ребята из ГСО и просто добровольцы. Они проходят полосу препятствий, учатся штурмовать здания и, конечно же, стрелять. Итак, бойцы, на 12 находится здание, в котором находится диверсионная группа противников. Инструктор поясняет, делать спецназ из добровольцев не является целью тренировок. Главное – дать им базовое знание. Основная задача – это не погибнуть. Чтобы иметь минимальное представление о правилах ведения боя, о том, за какую сторону хвататься за автомат, куда бежать при случае, если человек попал под обстрел. Не менее важна и психологическая составляющая тренировок. Поэтому для достоверности под ногами у бойцов взрываются петарды. Надо понимать, что техник много. И здесь одна техника, в другом месте другая. Знать, нужно все и применять по ситуации. Там товарищи наши с той стороны в кавычках. Из мысли что-то худое, как говорится. А тут мы с этой техникой. Помимо подготовки к возможной войне, ребята тренируются еще и для того, чтобы сохранить мир тут, в Харькове. Как говорит руководитель ГСО, речь не идет о разгоне коммунистических митингов. Но… Мы всегда смотрим, что происходит. Потому что в любой момент, как бы ни развернулась ситуация, мы можем потянуть ребят. Это не только мы, это и все наши союзники. То есть достаточно много патриотических организаций, с которыми мы контактируем, дружим. У нас прямая связь. И, не знаю, по телефонному звонку в течение паучаса мы можем обеспечить пару суток. Ольга Корениченко, Евгений Клементьев, 057UA.